Я сидел Привет, привет! Немного про используемую терминологию и ассоциации, которые возникают, пользуясь случаем, речь пройдет про травмоопасную кромку, как бы не претендуя на какую-то там корректность или истину в последней станции, просто расскажу, что именно я вкладываю в этот термин, когда его изредка используют. Ну, как бы наиболее часто встречающееся мнение, что там острая кромка заточенного инструмента, она сама по себе травмоопасна, и наоборот, лучше, например, на кухне иметь такие тупые там притупленные ножи, ими тогда никто не будет резаться там, ну, или там регулярно вижу, что у себя в комментариях, там, что в дискуссиях на сторонних ресурсах там где-нибудь, на форумах так, или под видео на других каналах, где рассказывают про ножи там или про заточку, что, мол, зачем так остро затачивать инструмент, чтобы там резаться там, лишиться пальцев там и так далее. Ну, по мне, инструмент может быть либо острым, либо тупым, там, острый выполняет там свои функции, тупой не выполняет, там, если, там, задача, например, ножа там резать, там, колбасу, там, хлеб, там, и нож их режет, то нож можно, в общем, считать острым, так как он с задачей поставленной справляется, ну, а тупой просто не режет, там, мнет, там, ничего не происходит. Порезаться можно там, что идеально заточенной кромкой, там, что подсевшей, причем, ну, известно, что там, подсевшим, подсевшей кромкой можно порезать там гораздо серьезнее, просто по причине, что усилия, которые прикладываются для резания, ну, больше там, ну, и, соответственно, если инструмент вдруг куда-то там соскакивает, куда-нибудь на руку, там, то травма может быть куда более серьезной, чем если бы нож был более острым, там, и лучше резал, усилия прикладывалось бы меньше. Но это все, как бы, про травмы, которые можно получить, там, от ошибок при использовании инструмента, потому как, если у инструмента есть кромка, этим инструментом неправильно пользоваться, то, соответственно, можно получить какую-то травму. Ну, теперь про то, как именно я понимаю вот эту травмоопасную кромку, когда она появляется, и, ну, как с ней можно было бы там бороться, или как я там с ней боролся или борюсь. Все, как бы, будет на жизненных примерах. Ну, как бы, один из самых серьезных порезов, который я, ну, получил, был вот от этого ножа, Spider-Connective, стали с 30V, постараюсь найти фото, какая была исходная заточка, там, вставлю в видео, там, монтаж планирую кое-какой сделать. Ну, на нем был такой жуткий гринд с выходом на кромку, ну, гринд имеется в виду вместе в области, где сформирована кромка, ну, грубая фаска заточная. Ну, и, я так понимаю, что кромка представляла из себя такой а-ля там, а-ля такие противотанковые ежи, схемы по всей длине кромки, но в миниатюре. И, протирая область кромки, там был ватный диск, если не ошибаюсь, ну, это давно был уже, а-а-а, такой, ну, ватный, ну, тампон, там, диск в спирте. Протирал от обуха кострию и капитально рассек себе подушечку пальца, протирая вот так вот. Ну, виноват сам, конечно, там, немного отвлекся, ну, а кому-то, скажем так, такая заточка, наоборот, нравится, я называю такой мужицкой, когда нож режет, точнее, даже он не режет, а рвет разрезаемые материалы, так говоря, там, режет с хрустом. Ну, даже, как бы, нож может быть заточен, например, грубыми абразивами и давать такой эффект, ну, именно, предполагаю, такими ножами и такой заточкой режутся в большинстве случаев где-нибудь там, на выставке, там, клинок, там, или арсенал, когда какое-нибудь там привычное движение, там, человек проверяет кромку и, как бы, это приводит к порезу. И это не от того, что человек, ну, который смотрит, нож неопытен, да, он просто так, ну, привык делать, а именно от того, что кромка у такого ножа именно травмоопасна, он и получает вот этот порез или травму, в принципе, что там случилось и в том числе и со мной. Ну, сюда же можно отнести такой инструмент, известный, там, в деревнях, там, и селах, это серп, да, где, там, с одной стороны, такая грубая, машинная, ну, в большинстве случаев, наверное, насечка, с другой стороны, он, как бы, с одной стороны, вот эта насечка, с другой стороны, он подправляется, и на сторону грубой насечки может выходить такой достаточно опасный заусенец, поэтому тоже там, ну, помню свое детство всегда там серп, там, или коса, там, всегда, ну, рассказывали там, что это, предупреждали, что это достаточно опасный инструмент, не брать никогда там, не подходить и так далее. Мы там все дети, конечно, боялись там и серпа, и косу, ну, маленькие, конечно, когда были. Ну, или, например, там, там, заусенец, который остался после заточки, или образовался в процессе эксплуатации, кромка заворачивается, опять же, проводим пальцем, и можем запросто в этот заусенец обрезаться. Косу упомянул, да, тоже отбитое, полотно косых там отбивается, когда, да, так тоже может иметь достаточно опасную кромку, потому что когда кромка, это вот область кромки отколачивается, там и трещины какие-то появляются со временем, там, и сама по себе кромка, там, была, как бы, линия кромки себя представляет достаточно такой, ну, скажем, неоднородную такую линию, там, тоже она в разные стороны, тоже от нее можно запросто порезаться и получить травму. Или вот, принес специально кухонный нож с открытой пяткой. Вот тут после заточки образуется, надеюсь, фокус есть, ну, неважно, достаточно острый такой уголок, и можно запросто сделать там прокол руки там или пальца, весьма такой болезненный, глубокий, ну, скажем так, когда на кухне у нас это случилось, во второй раз начал делать, вот, оляет у нас тысячник пофепа, после заточки несколько легких движений, и вот этот вот, прям, буквально невидимый, глаз, невидимое глазом закругление, все, как бы, позволяет избегать вот этих вот травм, просто сношу вот этот край, вот, также есть такая же особенность, ну, схожая, там, опасных бритв, ну, есть там бритва, а-ля там, построить японские комиссори, у которых там острый угол, ну, и понятно, когда такая бритва осознанно выбирается, используется, то нет вопросов, тоже пример из своей практики, вот, бритва с скруглением, после заточки, вот, вот в этом месте, где-то в скруглении, переходит в кромку, образовался достаточно острый уголок, я его, скажем так, ну, ну, не заметил, что он образовался, вот, и конкретно вот этой бритвой я пользуюсь редко, взял, и там, ну, пользовался как обычной бритвой, как бы, ничто не предвещал, и вот этим уголком я себе чуток носа рассек, на ровном месте просто, как бы, брился так на расслабоне, никакого подвоха не ожидал, ну, было бы это, например, вместо этой бриты классической комиссори, там, с острым углом, я бы пользовался, ну, немножко по-другому, и там, более осторожно, и другую технику бритья бы использовал, вот, ну, это тоже пример травмоопасной кромки, когда причиной пореза, является кромка, и происходит это, скажем так, в тот момент, или той части инструмента, от которого ты совершенно этого не ожидаешь, ну, проанализировал, что случилось, этот уголок, конечно, я аккуратно убрал, и, в принципе, когда бреюсь, ну, спокойно пользуюсь дальше, уже как бы, но все время, каждый раз вспоминаю, что такое случилось, ну, как бы, подводя итог, скажу, что травмоопасная кромка, именно, повторюсь, наверное, к этому подводил, что травмоопасная кромка, в моем понимании, ну, это такая кромка, которая может привести к травме, в том случае, ну, при котором она травму приносить не должна, ну, если задача не ставится, получить просто какой-то такой мужицкий рез, оля, как после цыганской заточки, то проблема травмоопасной кромки, в принципе, она решается достаточно просто, нужно полноценно, хорошо заточить инструмент, после заточки должна сформироваться кромка, скажем так, в линию, и находиться эта кромка должна строго там, где она должна быть, и во всякие неожиданные места не переходить, ну, и резать должна, конечно, именно кромка, там, а не торчащие, там, как этот репейник, в разные стороны, вот эти артефакты, которые неконтролируемо образовались в процессе, в процессе заточки, ну, в общем, как-то буду вот этот вот тесак затачивать, в общем, ладно, всем привет! ИНО ПОЧТИ РАСБИТО ИНО ПОЧТИ РАСБИТО Субтитры подогнал «Симон»